Просветительские и образовательные рождественские чтения Одинцовского района в этом году прошли на универсальной площадке в Доме культуры Успенская. В фойе развернулась экспозиция стендовых докладов, с которыми выступили педагоги воскресных школ, а также ребята, интересующиеся историей родного края. Ученик 9 класса Акуловской школы Игорь Савков подготовил исследовательскую работу о новомучениках Одинцовской земли. Я зашел на сайт Одинцовского оболгачения, там я нашел 19 новомучеников Одинцовского района, то есть моих земляков, но самым ближним моим земляком я считаю Григория Войнова, который служил в Михайло-Архангельском храме в селении Кубинка Одинцовского района. Собственно, про него я и написал свою исследовательскую работу. А этот красочный рождественский вертеп изготовили воспитанники и педагоги воскресной школы Покровского храма села Акулова, где ведется большая просвидетельская работа. У нас очень большая воскресная школа, у нас много групп, 8 групп. Принимаем детей с 4 лет в нашу воскресную школу. Первостепенно у нас, конечно, это богослужение и закон Божий. В 2009 году в Георгиевском соборе города Одинцова была открыта воскресная школа. Ныне в ней обучаются более 100 детей. Взрослые посещают беседы со священниками. Есть свой молодежный хор и приходская газета. Мы начинаем с дошкольной ступени у нас есть. Здесь дети приобщаются к вероучению через сказку, через чтение стихотворений, какие-то загадки, для игры. Доступны для детей средства. Средняя школа идет по программе Петроград и старшая ступень уже беседы со священником проходят. Также при школе действуют кружки разного направления. Это и детско-юношеский хор, два кружка народного творчества, у нас есть гитара. Действует клуб любителей истории Отечества, православный киноклуб. Темой 16-х рождественских чтений стали вопросы молодежи, свобода и ответственность. Участники конференции размышляли посредством театральных постановок, докладов, говорили о вечных ценностях, без которых невозможно жить и духовно совершенствоваться. Тема, которая заявлена на этих чтениях, она действительно очень важная и можно сказать, что она является определяющей темой для дальнейшего развития. У нас очень много в жизни возникает вопросов, но, наверное, в современных условиях было бы очень хорошо, если бы каждый из нас с вами ответил на два вопроса. Ради чего и благодаря кому? Ради чего мы живем и благодаря кому мы живем? Сами чтения – это те чтения, которые определяют основной вектор актуальных проблем, которые затрагивают просвещение, воспитание, духовную жизнь ребят и учителей. В ходе чтения благодарственной грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия был отмечен глава сельского поселения Успенская Владимир Горяев. Грамоты управления образованием и благодарственные письма Одинцовского благочиния получили педагоги района, в основном учителя начальных классов. Также были отмечены победители конференции «Россия православная» ребята из районных школ. Весомым просветительским дополнением встречи стала беседа про таерею Павла Карташова, настоятеля Преображенского храма села Большие Веземы, преподавателя Коломенской духовной семинарии на тему, актуальную во все времена – свободой выбора ответственности. Мария Подъеполевская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.